Они называли мои данные, поэтому поверил. Так объяснил свою доверчивость 48-летний Петропавловец, попавшийся на уловку интернет-мошенников. Он согласился рассказать свою историю в надежде, что его горький опыт поможет другим горожанам уберечься от назойливых аферистов. За день до того, как Юрий Фоминых стал жертвой мошенничества, ему уже звонили и представлялись работниками банка. Сказали, якобы на него кто-то оформляет кредит. Юрий знал, что так орудуют мошенники и прекратил разговор. К сожалению, звонок на следующий день оказался более убедительным. Звонившие рассказали, что хотят выявить недобросовестных работников банка. Юрий решил помочь, полагая, что тем самым обезопасит и себя от действия лиц, которые якобы оформили на него кредит. По указанию аферистов он взял кредиты в двух банках на 4 миллиона тенге. Эти деньги он перевел на счет, указанный преступниками. Об обмане догадался лишь на другой день. Мошенники продолжали звонить и придумывать аналогичные истории, отправляя в другие банки для оформления кредитов. Юрий обратился в полицию. Главный совет полицейских не нужно верить тем, кто звонит и говорит, что на вас пытаются оформить или уже оформили кредит. Не вступайте в диалог, даже если они называют ваши анкетные данные и другие сведения. Если все-таки сомневаетесь, сходите в банк, расскажите о звонке. Тамерлан Тлеубаев, при содействии пресс-службы областного департамента полиции.